Какая разница, я всё равно по нашим разговорам. Покажем, покажем. Покажем, точно. Друзья, всем здорова, с вами команда Ферумков, в лице Дмитрия Луценко и Сергея Шихайлов. И сегодня у нас 7 апреля 2017 года, время 8.50, и мы под эту тему с удовольствием и радостью желаем вам. Доброго утра, спокойной ночи, крепкого кофе, вкусного борща, я не знаю, чтоб без пробок, вот. Дима желает того, чего ему этим утром не хватило, вот. Плодотворной рабочей недели и весёлых выходных. Вот, и на этой радостной ноте мы начнём 52 выпуск нашего прекрасного видеоблока, который мы любя, и нежно называем флогом, и переходим к рубрике «Жизнь Ферумком», и Дима нам скажет, что... Но, что ничего суперинтересного в жизни нашего проекта за эту неделю, в общем-то, не случилось. Единственное, что случилось, это то, что к нам приехал Аксон, и мы его внезапно быстро обозрели. Вот. Это анонсы, Дим! Ну, это не совсем анонсы, как можно анонсировать материал, который уже встретил. Ну, мы в анонсах говорим про то, что будет, и про то, что вот-вот вышло только же. Ну, окей. Короче, жизнь в Ферумком... В итоге мы сегодня, если вдруг кто не знал, в теле флога прям разыграем ряд призов. Лицейн Фокус М560, наушнички... Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD. А также киндер-сюрприз. Покажи киндер-сюрприз народу. Замечательнейшую 360 камеру от SJCAM. Вот, как-то так это выглядит. Мы разыграем это среди людей, которые выполнили условия, озвученные нами в предыдущем флоге. У вас было почти две недели, так что кто не успел и опоздал, вы уже извините, но тут надо винить свою невнимательность. Потому что мы под эту тему даже отдельное видео сняли. Неделя была посвящена адскому труду, плоды которого у Дмитрия Леонидовича замечательно видны, вы это сейчас услышите в анонсах. И плоды которого хреново заметны у Сергея Владимировича, но я надеюсь, что... Но там такой обзор, который ты сам-то еще не видел. Я видел, как он снимается, с каким потом... Да, воняло тут, дай боже, вот. И, короче, мы будем... На самом деле нет. Вот, и мы в очередной раз извещаем вас о том, что осталась примерно неделя до запуска раз прекраснейшего Project X. Возможно, в следующем флоге, в следующем, который будет 53, мы уже об этом будем говорить детально, подробно, со словами пацаны. Вот, мы запустились. Давайте за нас, за всех радоваться. Вот, ну, теперь я думаю, именно мы теперь можно переходить к анонсаму. Анонсам, да. И первым анонсом поделится Дмитрий Леонидович. На этой неделе Дмитрий Леонидович родил обзор Сюэлин iHiFi 990, по-моему, да, на этой же же неделе он вышел. По-моему, да. У меня трудовая неделя, в принципе, редко заканчивается, в принципе. Особенно в последние месяца в пять. У меня тоже. Ты помнишь, мы с тобой вдвоем. Это на этой неделе. Да. Ну вот. Вот, вышел обзор ZTE Axon, которому уже больше, чем полтора года саму телефону. Обзор свежий. Вот. И который можно купить за 170 долларов. Именно поэтому он нас заинтересовал. Именно поэтому у нас и появился обзор сейчас, в общем-то. И уже на подходе обзор Xiaomi Mi in Ear Headphones Pro HD. Он снят, он смонтирован, он залит на YouTube. Я его уже посмотрел. Он прекрасен. Да, но одно ленивое нечто никак не может его оформить. Вот. Потому что оно занимается монтажом чего? Правильно. Сравнение iPhone 7 и OnePlus 3T. Снятое два месяца назад. Да, которое было снято больше двух месяцев назад. Нам надо очень сильно ускоряться. Да. Дмитрий Леонидович. Собственно, вы все? Да. От меня ожидаете в самое ближайшее время или перед этим флогом, или прямо после него будет Yumi DJI Z Pro обзор, над которым я очень сильно старался. Поэтому попробуйте только не посмотреть, и карма ваша будет минус over, я не знаю, миллион миллионов. Пусть будет так. Вот. Что еще? Еще спустя пару дней, я надеюсь, после того, как вы увидите Yumi, вы увидите наш опыт по Xiaomi Air Purifier, если я не ошибаюсь, два. Которым мы пользуемся уже примерно полгода, и хотели бы поделиться своим опытом с вами. Еще спустя несколько дней вы увидите наш опыт по Amazfit Sport Watch. Вот этим самым, которых я опять активно использую. Ну, на самом деле, как бы все. Потому что мы больше обещать не будем. Просто-напросто потому, что Project X, он вот уже почти что вот. И хочется уже дожать, запуститься, и потом фирмкомить по полной программе. На этом у нас рубрика анонсов заканчивается. И мы будем переходить к рубрике новостей. Первой новостью поделится, я так понял, что я... Сергей Владимирович. Да, Xiaomi показала планшет, который называется Xiaomi Mi Pad 3. Он получил 7,9 дюймовый экран, 4 гига оператива, 64 встроенной памяти. Батарейку на 6600 мАч. Ожидаемая стоимость... Ожидаемая стоимость... 220 баксов. Кстати, стоит сказать, что у нас будет тут USB Type-C. Что у нас тут 7,9 дюймовый, который экран будет иметь разрешение. 2048 на 1536 точек. Вот. И тут будет Proced MTK, модель которого... Почему-то в прекрасной новости на ITCUA почему-то не указано. Но я знаю, что наши прекрасные ньюзмейкеры Юля и Богдан. Кто-то из них новость с Xiaomi Pad писал. Бодя писал. Так, 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 так. Да. И тут, по-моему, он писал. MediaTek MT8167 и графика PowerVR GX6250. Все это дело, скорее всего, получит операционную систему Android. И теоретически в виндовой версии не будет в принципе. Вот такие вот помидоры. Камера основная будет 13-мегапиксельная. Фронталка будет 5-мегапиксельная. Суммарно, как по мне, очень годно. Единственное, что мне не совсем понятно, что из себя представляет этот процессор на MediaTek. Потому что, я так понимаю, это какая-то другая ветка MTK-шных процессов. Ну, планшетная. Ну, да, да, да. Вот. И с ней у нас опыт общения минимальный. Но я надеюсь, что Xiaomi не тупанули и поставили нормальный камень. Потому что в остальном, в принципе, планшетик вполне себе ничего. Единственное, что я не могу найти информации про слот под карточку памяти. А его нет. Я читал эту новость у нас. Супер, супер. Вот вам Ахиллесова пята. А в остальном за 220 баксов вполне себе сойдет. В принципе, охренительных Android-планшетов на нормальном железе, красиво выглядящих, не так уж и много. А именно нет. Почти. Ну, что, Самсунги. Ну, только они стоят. Ну, только они стоят. Да. Вот. И они все равно на их прекрасном чипсете с их замечательным Mali. Вот. А тут, извините, уже PowerVR. InPowerVR with Trust. Вот. А я расскажу тоже о Xiaomi. У нас сегодня новости имени компании Xiaomi. А именно, я так понимаю, что... Нет, это все-таки не Xiaomi, не E, а именно Xiaomi показали Mi 360 Panoramic. Это 360 камера, которая будет стоить 246 долларов. Она оснащена сенсором на 23,88 мегапукселей. И позволяет записывать видеоролики с разрешением в 3,5К, что на самом-то деле по меркам 360 не так уже и много. Потому что 4К, ну, как бы просто 16 на 9 и 4К, натянутая на сферу, это совсем разные вещи. Поэтому, ну, не очень круто, но все равно хорошо. Можно 5 копеек. На самом-то деле это очень неплохо, потому что, по-моему, у нас была камера у телефона 360 градусная. И там, по-моему, было FHD. И там была... Кака? Да. Ну, то есть, в принципе, ничего, как за свои деньги, да еще и так. Да, вот. Но 4К ус, у, почти. Ну, это хорошо, но это не шикарно. Ну, окей. Вот. Не, ну не шикарно, да. Я видел 4К, 360 видео, и там все равно, с резкостью не то. А, да? Ну, особенно, если сравнивать с 4К, не по равным, а простым. То, как бы, это небо и земля вообще. Вот. Об автономности, к сожалению, информации никакой нет. Но я надеюсь, что там все будет более-менее неплохо. Вот. Ну, и корпус защищен от влаги по стандарту IP67. Это значит, что, во-первых, под дождем можно снимать и не бояться. Во-вторых, даже на какое-то короткое время можно погружать камеру под воду. Я считаю, что это просто замечательно. Какие-то дайверы-аматоры, условно, которые поехали куда-то там в Турцию на отдых, вот, могут взять с собой эту камеру и поснимать невероятную красоту под водой. И это очень-очень хорошо. Ну, как-то так. Вот. А еще у нас есть система 6-осевой стабилизации изображения. Я так понимаю, что это электронная стабилизация, которая двигает саму матрицу при смещении камеры в какую-то сторону. А я думаю, это оптическая. 6-осевой оптическая стабилизация... Нет, подожди. Электронная, она не оптическая. Оптическая, это просто подвешенные в пространстве линзы, которые сами по себе по инерции сделают. Это электронная стабилизация. А, окей. По ходу дела, что там идет эффективное компенсирование всего этого дела за счет замера, там, я не знаю, изменения в пространстве, положении и всего в таком духе. Вот. Ну, короче говоря, по идее, продукт очень интересен как для начинающих. Я бы не отказался погонять, посмотреть, как оно работает, вот, и так далее, и тому подобное. Да. На этом у нас заканчиваются наши прекрасные новости в этом выпуске. И мы будем переходить уже к рубрике ответов на вопросы. Начнем с ваших вопросов. Да? На ютубе, да. С ваших вопросов на ютуб. И перед тем, как мы к этому приступим, мы напомним, что... А. В описании ролика будут ссылки на новости, о которых мы сегодня рассказывали. Б. Каждый раз перед тем, как садиться писать влог, мы делаем запись в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. О том, что вот-вот начнется запись видеоблога. Так что, если вдруг вы провтычили, оставить свой вопрос под предыдущим выпуском, в нашем случае выпуском 51, вот, вы можете контролировать это дело. И в пятницу по утрам мы эту запись бахаем, и все желающие, кто завтычил, оставляют свои вопросы уже здесь, то есть в соцсетях. Начинаем, собственно говоря, с ютуба. И первый вопрос оставляет Time.com купил себе iPhone 6s. Замечательно у меня срабатывает будильник, телефон, я давно работаю. Так вот, Time.com пишет, купил iPhone 6s, как вы мне и посоветовали. Спасибо, очень доволен. Мы искренне рады, что мы помогли вам сделать правильный выбор. Да, Дэн Грего, приветствую, парни, спасибо за прошлый флот, получился просто супер, очень ржал, когда смотрел ваши впечатления от партнерки на скорости 0.5x, как будто два слоупочных алканавта недовольных. К вам вопрос, как наушники Urban Fun Hi-Fi звучат в среде металла рока. Я не знаю, хочу ли я вам отвечать после того, что вы написали выше, но звучат Urban Fun Hi-Fi в среде металла рока очень даже ничего. Вот, как держат басы, сольные фрагменты электрогитары, хорошо. В целом, как они по звучанию для вас или есть какие-нибудь лучшие аналоги примерно до такой стоимости? До такой стоимости точно нет. Чуть подороже есть, но там специфично все. Дождитесь, у нас скоро будет обзор Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD, там немножко интересной информации для вас будет. И, скорее всего, в обозримом будущем будет опыт по Urban Fun. Вот такие прыгни. Dram122 пишет, стрим во время флога чисто пару минут или секунд 30 достаточно. Просто многие с каких-то событий ведут стримы, а многие вообще без повода. А это так, чисто интересно увидеть рабочую обстановку. Только что кто проведет министрим, не будут предупреждать второго, чтобы не портить рабочую обстановку. Но это будет очевидно, что если человек не палил на кого-то снимает, то что-то происходит. С расстояния 20 сантиметров, наверное, второй заметит. И тут же Dram122 пишет, обзор на колонку бит не надо, они звучат хуже, чем одни из относительно недорогих. Дивум, не бит, а блиц вольф. Да, вот. Поэтому вот так. Савелий Мулу Баевых пишет, привет ребята, что купить Xiaomi Mi 5s или LG G5. LG G5, если сильно хочется о бренде и скрипящий телефон Xiaomi Mi 5s в любых других случаях. Вот. Miis пишет, здравствуйте обозреватели, никак не могу выбрать смартфон из Samsung Galaxy S7 и OnePlus 3T. Цены почти одинаковые у нас, Samsung стоит 450 евро, OnePlus 3T 439. Разница в диагонали экранов не проблема, какой бы вы выбрали бы и в каком случае. В этом случае, заранее спасибо. Galaxy S7 стоит брать из-за влагозащиты, дизайна камеры. OnePlus 3T стоит брать из-за, опять-таки, камеры, но не селфи. В Samsung селфи значительно лучше, более производительного железа и если вам нахрен... Почти чистый андроид. Почти чистый андроид, если вам нахрен не упала влагозащита, но очень хочется металлический корпус. И игры. Вот. Ну, чувак, на Samsung пойдет все, кроме танков с максимумом. Ну, окей. Вот. Ну, хотя мы же не играем в GTA и во что-то там еще. Да. Вот. То есть, если игры нахрен не надо, Galaxy супер. Алексей Шестеров, желаю вам 100 миллионов подписок. Спасибо, что думаете о голографических технологиях. С удовольствием просмотрю тысячный выпуск. По поводу голографических технологий, ну, как бы прогресс в этом направлении идет. Мне интересно, для чего можно полезно это применять, а не только по фану. Ети72 пишет лайфхак. Зрителям зачем качаем саундвайр, коннектим ПК и смартфон через эту программу. Теперь вы можете через телефон слушать флог через ваш смартфон и параллельно убираться или делать что-то другое. Всем добра и позитива. Возможно, кому-то это действительно будет полезно. Лайфхак от нас. Скачаем 4К-даунлоудер. Там есть звук. Да, там можно отдельно выкачать звук. Заходим на видео, ставим лайк. Вот, делим с друзьями. После этого копируем ссылку, открываем 4К-даунлоудер. Нажимаем загрузить видео или как-то так. Выбираем звук. Оно бегом его качает. Закидываем звук на телефон и слушаем. Да, вот. Потом Сергей Шевченко пишет. Будете ли покупать Galaxy S8? Айфон 7 уже купили. Пора уже продавать, а Samsung покупать. Айфон мы продавать пока не будем. Именно для сравнения с тем же Samsung. Да, 4,7 дюйма и 5 и сколько там? 5,5 или 5,7? Маленький. 5,7 по-моему. Я не помню. Похрен. 5,8. Вот. Не будем покупать скорее всего Samsung, потому что мы надеемся, что мы и так, и так его скорее всего где-нибудь в ближайшее время откопаем. А если нет, то и у нас будут лишние деньги, что скорее всего не случится, потому что мы хотим камеру новую. Я вот к этому и клонил. А деньги, которые сейчас находятся в обороте, скорее всего все-таки пойдут на Panasonic GH4 и толковое стекло. А что ты хотел сказать? Все. Вот это же? Да. Ну, вот. Вообще планы у нас купить были, серьезные планы на этот счет, но нет. Drum 122 пишет. Дима, видео можно не снимать, но ради интереса все же сравните Hi-Res Axon и Flash Player Fio. Видео... Тизер. Видео, скорее всего, будет, если успеем снять. Вот. Да, но увидите вы его по меньшей мере недели через две. Да. Сергей пишет. Правильно? Правильно. Здравствуйте, вопрос. Дмитрий приобрел себе iPhone SE пару месяцев назад. Периодически скрипит кнопка Home и иногда при нажатии на экран тоже немного поскрипывает. Почему кнопка может вообще... Причем кнопка? Причем кнопка может вообще не скрипеть, а потом начать сильно скрипеть. И с трудом нажиматься. Было ли у вас такое, что посоветуете делать? Может кто-то вылечить? Как-то вылечить или попытаться вернуть. Заранее спасибо за ответ. И постоянно смотрю ваши флоги. Очень приятно. Спасибо за вашу работу. Очень нравится. У меня с iPhone проблем нет по качеству исполнения вообще никаких. Вот. Поэтому несите его бегом обратно, если не прошло две недели, и говорите, чтобы они с ним что-то там делали. Или если прошло, все равно несите и говорите, чтобы ремонтировали. Потому что такое быть не должно. Вот. Flex пишет. Google Assistant скоро станет доступен для всех смартфонов на Android 7. Уже сейчас его можно установить, но немного с танцами с бубном. Но Android это в принципе такая вещь, что туда можно установить что угодно с танцами с бубном. Вот. Поэтому речь шла о нативной поддержке изначально. Vag пишет фиксики не в тему. Ну. Мы вообще шутили. Вообще, да. Это юмор был. Если вам не нравится наш юмор, мы вам глубочайшее соволезло. Амадеус Моцарт. Дмитрий, я пользуюсь голосовым помощниками. Мне лично очень важно, чтобы Bixby был лучше, чем Siri или Cortana. Хожу всегда с гарнитурой и в течение дня практически не достаю смартфон из кармана. Ну, я, если честно, тоже пользуюсь Siri. Но, по сути, для трех вещей. Один – это календарь. Два – это будильник. И три – это голосовые вызовы, когда зимой холодно и не хочется телефон из кармана доставать. Вот. Ну, как бы так. Николай Малахов пишет. Сколько человек рванули за своим смартфоном? На 38-й минуте ставьте лайк, если рванул. Наверное, это был ОК Гугл. Можете не благодарить. Александр Карпенко. Чтобы вы выбрали что-то, вы, ребятки, начали портиться. Сильно много хейта и личной непривязанности и негатива к определенным брендам мерзко смотреть стало. Спасибо. Если много хейта, например, в сторону коллег по цеху – ОК. С этим я соглашусь. Больше не будем. Просто задавали откровенные вопросы, мы на них откровенно отвечали. И флог 51 по части тоже был. 50. Посвящен откровениям. Ну, так надо было. Вы просили очень долго. Не конкретно вы, но просили люди. Мы просение исполнили. А к определенным брендам, блин, ну, я не считаю, что мы хейтеры чего-либо там очень сильно. Если мы говорим, скорее всего, вы говорите про Мейзу, я так себе думаю. Мейзу мы ругаем, потому что… Есть за что. Да. Они либо делают что-то очень странное за свои деньги, например, Мейзу М5С. Неважно, сколько он стоит. Похрен. Сейчас 2017 год. Они то ли в конце 16-го, да, в самом? То ли в начале 17-го, я уже не помню, телефон показали, неважно. Уже даже ультрабюджетный Китай, он ставит более свежий. Я не говорю, что он лучше. Более свежий 67-37. Или, если не хотят позориться, хотя бы 67-50. Что, по-моему, урезанным Helio P10 является, да? Вот. Но не 67-53, который уже всех заимел на протяжении 2016-го и конца 2015-го года. Потому что его начали ставить телефоны еще, по-моему… Летом 15-го. У нас был элефон, по-моему, по-моему, 1000. И, в частности, там был 53. Это был далеко не первый смартфон на этом чипсете. То есть, условно, с весны 15-го… У нас был, у вас был Meizu Me 2 Note. Ну да, он у меня был еще и в личном использовании. Ну да, ну так я к тому, что это самый громкий такой. А, кстати, опять же, что-таки Meizu. И тут спустя полтора года мы решили… Блин, надо, вот M2 Note хорошо, наверное, продавался. Сделаем M5s на этом же процессе. Ну, короче… Да, только в том, что на два года позже почти. Нам есть за что их ругать, поэтому мы их ругаем. А так, суммарно, ну честно, когда мне приходил Meizu Pro 6, и я его впервые достал из коробки, блин, с меня позитив так и пер. Ну, реально, мне очень нравился этот смартфон визуально. Я почти доволен был его камерой. И да, именно из-за хреновенького процессора, откровенно, он и жил так себе, и работал не сильно быстро. Хватит таких развернутых ответов. Переходим к Виталию Елинскому. Лайк сразу, спасибо. Богдан Граб, всегда смотрю флоги с другом. Мне зашло, подсаживаю друзей. Продолжайте в том же духе, позитива вам. Спасибо вам за приятный коммент, и спасибо за то, что подсаживаете друзей. Нам это реально помогает. Виталий Елинский смотрел флог на телефоне. При ваших словах, окей, гугл запустился голосовой помощник. Простите. Окей, гугл, в принципе, можно говорить до бесконечности. Продолжим дальше. Привет, Сири. Флекс, так грустно становится, что у таких крутых каналах, как вы, такие просмотры. Нам тоже грустно. И мы, скорее всего, в обозримом будущем будем пытаться исправить это кардинальными методами. Да, я думаю, после запуска Project X и после того, как мы активно над ним поработаем, чтобы отточить базовый функционал, скажем так, вот, мы очень сильно замыслимся над форматами Ferrum.com, Ferrum.live, Ferrum.eng. Да. Вот. Дальше у нас пишет Алексей Антонов, я так понимаю, да? Все хорошо, так держать, подскажите неплохой MRZ-плеер и накладные... И к нему вкладыши читает очень косоглазый сегодня Сергей Владимирович. MP3-плеер... Айпод, на который хватает денег. Ну, нет. Забудьте об MP3-плеерах. Если вам нужен условно Hi-Fi или Hi-Res-плеер, у нас есть обзор Сюэлина, скоро будет обзор Fio, есть вообще Fio X1 для начинающих, Fio X3 для тех, у кого денег побольше, вот, а вкладыши к нему Urban Fun Hi-Fi почему бы и нет. Вот. Сергей Поляков, люблю флоги, спасибо. SSD в ноуте следует заменить, особенно если стоит старенький HDD на 5400. Разница прям налицо. Как говорится, очень... Как говорится, точка. Очень жду вашего обзора восьмой галактике, а также сравнения с предыдущей. Спасибо вам и всего хорошего. Спасибо вам за комментарий. Будем надеяться, что галактика к нам попадет и откуда-то выдрим седьмую. Вот. Максим Сластников. Максим, привет тебе. Да. Пишет, от цветопередачей бледные до ужаса. Макс, я не знаю, как там ваш прекраснейший iPhone 7 Plus, но наша семерка балуется столько, сколько хочет и прекрасный язык Дмитрия Леонидовича тоже позволяет себе все, что ему вздумается. Особенно в прошлом флоге, как ты, наверное, увидел во вступлении, они позволяли себе слишком много. Вот. Да. Владимир Сыч пишет, Сергей Борща, Диме три порции, и то со сметаной, и то... А то подустал, наверное, да? Дима, голос пропадает, а вообще классно, все. Смотрю все видео, удачи вам, денег побольше. Борщ, Диме. Здоровья и процветания вашему каналу. Дима не голодный. Дима спадки хочет. Вот. И в этом как бы вся проблема. Вячеслав Левочкин, давно за вами наблюдая, решил оставить отзыв в первый и крайний раз. Зачем мне знать, какой у тебя там уровень сигнала и насколько заряжена батарея? Это юмор. Вот. А, так это и есть тот смешной опыт. А, окей. Ну так дочитывай, чё ж, ты же начал читать. Два клоуна на манеже, хорошо мы будем знать, вы съедаете мое время своей бестолковой болтовнёй. Ну, никто не заставляет вас это видео смотреть, в принципе. Если вы думаете, что ваш юмор тупой и кривляние, это хорошо, то вы очень ошибаетесь. Окей, чё ты постоянно употребляешь какую-то еду и питьё, зачем мне смотреть, как ты постоянно сёрбаешь своё пойло от писка? Ну, до свидания. Вот. Если вас очень сильно раздражает, как кто-то пьёт в кадре чай во время видеоблога, в котором мы общаемся со своими зрителями и подписчиками, как с друзьями, вас никто тут, в общем-то, не держит. Вот. И два часа постоянно ля-ля-ля-ля, если у тебя даже лёгенькая стадия простуды... Да даже если нет простуды... Горло сохнет. Капец. Горло пересыхает. А то, что я там жру... Я, конечно, дико извиняюсь, но, по-моему, жрал я таблетку от горла. Для того, чтобы записать флог сразу. Вот. А не оттягивать его ещё, чтобы вы ждали, пока я отдаем эту таблетку. И чай пил тёплый. И опять-таки, потому что чесалось горло. И всем тем, кто хочет упрекать нас в плане юмора или в плане чего-либо в теле флога, я хочу напомнить, что флог это видеоблог. И если вы не знаете, что такое видеоблог, я вам рекомендую посмотреть людей, которые тупо ведут видеоблог. Мы не снимаем, чем мы, я извиняюсь, посрали. Чё мы ели. Какие на нас новые или старые туфельки. Не знаю, как мы покупали и сделали прическу своей собачке. И прочий бред. То есть, ребят, извините, мы в плане блогинга пытаемся себя во флоге вести предельно сдержанно. Может, мы можем что-то лишнее сказать, да, но мы не занимаемся вот в прямом смысле идиотизмом. Если вам не нравится этот формат, мы вас вообще не держим. Мы вообще с Димой пришли к мнению, что мы в принципе никого не держим. Если не нравится тупо бачня, как бы, вот. Мы не можем подстроиться под всех одновременно. Если мы будем хотя бы пытаться это делать, то в итоге мы не подстроимся ни под кого, и от нас уйдут тупо все. Поэтому гораздо проще оставаться теми, кто вы есть. Вот. И тогда рано или поздно к тебе придут люди, которых устраиваешь ты такой, как ты есть. Вот. И которым это будет нравиться. Вот. Чем пытаться подстроиться под всех и в итоге, извиняюсь, обосраться и не понравиться никому. Тем временем, Айвай спишет, драть у тебя Сергей, вы, я, Диме, я, Дмитрий Иоаннидович. С полтинником вас, ну, с Сергеем так получилось, Дима... А. Да. Попал под общую раздачу. С полтинником вас, сори за молчанку, но усердно работал... Так. Сори за молчанку, но усердно работал за деньги. Поэтому смотрел 50-й флог с удовольствием. Но печатать буквы уже в лом. Было уже в лом. Окей. Зато сегодня придумал вам рекламный слоган для прощания, чтобы Xiaomi Purifier стоял у кожней хати. Хорошо. И экологию улучшим, и вам монетка от китайцев хорошо же. А за что нам монетка от китайцев нам не платят за то, что мы Xiaomi или Samsung в своих флогах или обзорах? И вообще ни один из брендов нас не спонсирует. А жаль. Да. Вот если бы нас спонсировала Maserati, было бы не плохо. Только к тематике канала, к сожалению, относится крайне никак. Ай. Дальше iWise пишет же. Забыл вопрос, почему нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки так, чтобы он спокойно заряжался, не садился и при этом перегрева не было. Или все зависит от наличия и отсутствия контроллера заряда. Контроллер заряда, он есть по-любому. Без него у вас телефон взорвется к чертовой матери. Вот, к примеру, когда-то в 20 веке подключил геймбой к розетке, батарейки вынул, шпилишь и кайфуешь. А сейчас так нельзя. Простите, если Ерис спросил. Спасибо вам, 4К-шного здоровья вам, вашим семьям и хорошим знакомым. Как показала практика, например, OnePlus 3T нагревается, если на нем играть в танки во время зарядки, точно так же, как если он просто лежит на зарядке. Или если на нем просто играть в танки. То есть, сильно он не греется и все равно при этом заряжается и достаточно успешно. Не намного медленнее, чем если он заряжается с потушенным экраном. Вот. Но это OnePlus 3T, есть другие модели, которые... Но iPhone тоже замечательно заряжается во время того, как на него снимается... А он не греется? Греется. Ооо. Ну так, если он просто снимает... А если он просто заряжается? Если просто заряжается, он не греется вообще. Если просто снимает видео, он греется так же, как если он снимает и заряжается одновременно. Хорошо. Артем Гавриленко. О, привет. В предыдущем влоге решили прислушаться к совету Дмитрия и купил iPhone 6s вместо кита iPhone. Дима уверенно заявил, что после обновления iPhone не захочется... После использования iPhone не захочется переходить на Китай. Так вот. Вопрос к Сергею. Как же вы все-таки... Как же все-таки... Какой же? Какой же все-таки взять телефон из Китая? Смотрю на OnePlus 3T. Спасибо. Спасибо, фарту, масти, ауе. Спасибо. Вопрос непонятно, почему конкретно ко мне. Ну, я скажу разве что так, что у меня iPhone тоже был, только совсем давно 2G, потом 5 и вот недавно репнутый 5s. В принципе, с китайфона легко и просто перелезть на китайца. И тут главную роль все равно играет желание сэкономить. Вот. Касательно того, стоит ли брать OnePlus 3T, если у вас iPhone 6s, я не вижу ни единого смысла, кроме сохранения размеров и при этом увеличения диагонали экрана. Ну, не то что сохранение, все равно размеры больше. Я же эти телефоны сравнивал. Чуть-чуть. Какие это телефоны сравнивали? Семерка, которая почти по размерам такая же, как 6s. OnePlus. OnePlus больше. Значительно больше. Значительно больше? Ну, ощутимо, скажем так. А, тогда я не вижу вообще никакого смысла. А вообще я не говорил именно про Китай, я говорил про Android, вот. И точно так же я с iPhone не перелезу на Samsung, вот. То есть, как бы тут не в источнике устройства дела, а в операционной системе, на которой работают. И пока я читаю моего любимого Марка Нахимова. Ваш любимый писатель. Да. Я почитаю чуть менее краткого в своих изречениях. Дему или Диму 3144. Привет, ребята. Задам странный вопрос. Вы покупаете на Али за гривны или сначала меняете гривны на баксы и платите на Али баксами? Просто я заметил, что курс на Али в рублях бывает выше, чем в обменнике на одну дату. И насчет двойного кэшбэка. Из прошлого флога можно было покупать сначала подарочные сертификаты, а потом на них товары. Кэшбэк, сервис засчитывал. Это как две покупки и давал до 15%. У меня бэкли. Теперь покупку сертификата кэшбэк сервис не засчитывает. По кэшбэку окей, я не буду это комментировать, потому что я в это не вникал. Как покупаем на Али, у нас подвязаны просто наши карты украинского банка. И ты тупо делаешь покупку. Оно по своему курсу конвертирует долларовую покупку в гривновую покупку и списывает гривны. Все очень просто. У вас все? Да. Я не буду... Марк Нахимов, очередной раз, извиняюсь за то, что не зачитываю комментарии полностью, потому что это займет больше времени. Вашу мысль я уловил, и вы пишете о том, что на Западе, например, в частности в Европе, люди не сильно смотрят на характеристики. И в этом не сильно разбираются, им на это плевать. Вот. А выбирают смартфоны по другим критериям. Вы удивитесь, но в Украине то же самое. Когда ты человеку объясняешь, что Meizu это не очень, потому что там Mediatek, а не Qualcomm, на тебя так смотрят. А это имеет значение. Вот. Поэтому у нас, в принципе, то же самое. Народ, большинство, покупает телефоны, в которых якобы хорошие камеры по пресс-фото там на каких-нибудь сайтах. Вот. И которые прикольно выглядят. Вот. Люди не сильно смотрят на характеристики, в основном. Но есть такие вот, как мы, например, которые в этом условно чуть больше понимаем, чуть больше разбираемся. Поэтому мы больше обращаем на это внимание. И опять-таки есть гики, которые за этим смотрят. Но, в принципе, я с вами согласен и скажу, что в Украине то же самое, как и в Европе и за бугром. Вот. У нас человек покупает iPhone, если у него на это есть деньги. Если нет, то он уже смотрит, что подешевле и похожее на iPhone. Вот. Где-то так происходит. Значит, пишет нам Сережа Арнолюк. Привет, Дмитрий Айфонович и Сергей Сяоминович. Отличный флог. Много каки, но забавно. Если будет возможно, сделайте сравнение Redmi Note 3 Pro и Redmi Note 4X. И еще одна просьба. Как делаете обзор в клумке батареи? Выкладывайте скриншот шкалы батареи у многих телефонов. Проблема с контроллерами питания. И в некоторых местах идет резкое падение заряда. Спасибо. И посылайте чаще всех в Google за инфой до пебачения. Хорошо. Гуртовичок Тарас. Блин, какие на Blitzwolf, дорогие фирмчане. Redmi Note 4X уже скоро у всех будет на руках. А у вас еще обзора нет на момент написания комментария. Скажем так, Blitzwolf был на грани посылания туда. Но мы решили сломаться и посмотреть просто вашу реакцию. Плюс есть некоторые причины. Не финансовые. Точно. По которым мы за это взялись. И почему мы за это взялись, вы узнаете просто немного позже. Нам не обошляли. Мы вот сейчас, вот смотрите. Blitzwolf говно! Ну, это я предполагаю. Может быть и нет. Мне вообще похрен, что они о нас думают после таких слов. Но нам не обошляли. У нас есть некоторый интерес. Интригу которого мы не будем развенчивать наперед. Да. И в любом случае Redmi Note 4X, о котором вы просите, он как бы не оттягивается из-за Blitzwolf. Блitzwolf там дальше где-то валяется. Да. Вот. И, кстати, по Redmi Note 4X, собственно, почему-то я об этом не сказал. По планам джиждолепить Yumi. Потом Purifier. Этот обзор будет снят очень быстро, потому что это будет краткий опыт. То же самое по часам. Краткий опыт. И вслед за ним Redmi Note 4X. Так, Катюша Петричец пишет. А чего Максим ушел, это было его решение. Там дальше пишут скорее вам. Алексей пишет. Алексей Кругляк. Лучшая шутка за 1 апреля 2017. Я на прошлой неделе победил обзор Infocus M560. Вы что, серьезно думаете, что это кому-то интересно? В апреле 2017 смартфону уже год. Побеждать обзор на него надо было в марте прошлого года. Что это за тенденция обзоров на все подряд? Сдулись вы, ребята. Во-первых, обзор на Infocus был снят из принципиальных соображений. От некоторой техники мы условно открестились. И этот смартфон приехал к нам из GearBest. И некоторая техника, которая приехала тоже от них, получила свой конкурс вместо обзора. Один конкурс вы уже видели, наш совместный с GearBest. Второй конкурс будет после завершения, собственно, конкурса, который будет проведен сегодня. То есть, скорее всего, допустим, на следующей неделе GearBest. Вот. Это первое, почему этот обзор был снят. Второе, почему этот обзор был снят. Потому что, невзирая на то, что этот смартфон старый и его сложно найти за свои деньги, он очень неплох. В подтверждение своих слов напоминаю, что есть прекрасный Meizu M5s, который выпустили только сейчас. А есть Infocus M560, который, ну, я уверен просто, что фотографирует лучше. Сделан как минимум так же, если не лучше. Ну и вообще, по многим параметрам, очень рядом с этим самым Meizu свеженьким валяется. Поэтому, если вдруг кто-то хотел себе Meizu и в последний момент передумал, Infocus M560 будет очень даже неплохим вариантом. Кроме того, на YouTube сейчас идет такой, скажем, условный тренд. Актуален ли какой-то, скажем так, не первой свежести смартфон в условиях дня сегодняшнего? Парам-парам-пам. Вот. И, собственно, мы чуть-чуть под эту волну тоже попали. Потому что, по нашим меркам, по меркам смотрибельности видосов на нашем канале, этот видос посмотрели неплохо. А именно, 20 тысяч раз. Для сравнения, GeoTel Note, который свежий, вот, и обзор на который выпущен вовремя, посмотрели 5000 раз. То есть, у Infocus'а древнейшего просмотра в 4 раза больше. Или больше, чем в 2 раза больше, на весьма актуальную, интересную и продающуюся на каждом угле Xiaomi E4K. Ну, она тоже старая. Ну, ладно. Но на каждом углу и актуальная очень. Moto M, который не так давно, в общем-то... В принципе, появился. Да. И пример... Посмотрели 8 тысяч раз. Примерно такие же цифры, а именно 26 почти тысяч раз набрал Meizu M5. Ну, я думаю, дальше уже комментировать. Для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, MacBook, это же Apple, вот, тоже выпущенный почти в хвосте поезда, но это же MacBook, посмотрели 22 тысячи раз. То есть, Infocus на самом деле... Выпущен не совсем вовремя, мягко скажем, его посмотрели очень хорошо. Вот. А это значит, что он реально кому-то нужен, и это кому-то интересно. Поэтому вы не правы. И насчет сдулись, вот это было обидно. Потому что, по-моему... Ну, ребят, честно, я над этим видео потел... Ой-ой-ой. И я за его адекватность и красоту съемки отвечаю по всем фронтам. Поэтому возьмите, да просто так для прикола посмотрите. Что можно купить за 100 бачей. Не нравится! Ну, как бы, при всем уважении, конкретно ваши проблемы. Так, Михаил Данилюк, добрый день, спасибо за флог и за огнетушитель в Samsung. Пожалуйста, Сергей, жду ваш обзор на клавиатуру от Xiaomi. Бде. Будет. Вот, Casual Gamer, здравствуйте. В 51-м флоге у вас был вопрос, может ли телефон с аудиочипом конкурировать с плеерами. И я также на распаковке X5 второго поколения просил сравнить с таким телефоном. Так вот, я специально зашел в магазин и сравнил звук на своем Fio X3 и Accent 7. Не дотягивая телефон до портатива, всем любителям звука берите портативный плеер, не идите на компромиссы. Но у нас скоро будет видео, посвященное этому делу. Вот. Поэтому, если вам интересно и мое мнение, дождитесь, оно, скорее всего, появится. Мистер Илья 2 пишет. Что думаете про Samsung Galaxy SX20 и iPhone X10? Что? Эй, о чем речь? Смогут ли они заставить конкуренцию Sony Xperia ZXA 15 350 баксов? Короче, дальше очень смешные названия и так далее и тому подобное. Я жду ответа в 2030 году на 20-летие Алиэкспресса и 2500 выпуск флога. Хорошо. Добром. Кстати, Сергей, поздравляю с юбилеем. С юбилеем чего? Или с юбилеем меня? Юбилей меня еще не скоро. Поэтому, ладно. Двигаемся к MyFox. Приветствую, спасибо вам большое за ваши труды и старания. Очень люблю ваши видео. Вопрос такой, стоит ли сейчас покупать тот же iPhone 5s для музыки, фотографирования, текста и переписок. Да. Суммарно, да, безумно. Для этого хватит более чем, даже поиграть. Если вы ограничены в бюджете и очень хотите, яблочко сойдет. И маленький телефон. Да. Асферто звездочка пишет. Здравствуйте, что лучше Xiaomi Mi 5, Mi 5S Plus или Mi Max? Если вы хотите Xiaomi Mi 5, лучший выбор это Xiaomi Mi 5. Вот. Если серьезно, из... Ну, все очевидно, тупо, вот вы даже пишите, интересует цена, желательно сэкономить мультимедийные возможности, автономность и камера. Спасибо, процедание вам. Если камера Mi 5. Если автономность, Mi 5S Plus. Нет, если автономность, Mi Max. Если мультимедийные возможности, Mi 5S Plus. Вот, 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 короче, давайте так. Цена, понятно, Mi Max, самый дешевый, потом Mi 5, потом Mi 5S Plus. То есть, мультимедийные возможности вы вообще о чем? Потому что мультимедийные возможности это музыка, камера, крутость дисплея и так далее и тому подобное. Если вы тут тупо про музыку... Видеоигры. Ну, в частности, тоже да. Если вы про музыку, я думаю... Все равно. По наушникам примерно все равно, почти что. А по динамику, наверное, скорее всего Mi 5. Или Mi 5S Plus, но не Mi Max. Если по автономности, либо Mi Max, либо Mi 5S Plus. Если камера, то скорее всего Mi 5. Вы согласны? Да. Спасибо и процветание вам. Благодарим. Николай Пилипенко, здравствуйте, ребята. Роста и процветания вам и вашему каналу. Смотрю вас уже больше года. Я всегда оценил ваш канал за позитив, который вы несете людям. Но иногда происходит такой всплеск негатива. Думаю, возможно, это не на пользу ни вашему каналу, ни зрителю. Это не критика. Вам виднее. Это пожелание. У меня вопрос. Никак не найду кнопочку, которая меняет скорость воспроизведения на YouTube. Где она? Просветите нуба. Нажимаете на вот это вот, господи, зубчатое колесо с надписью HD или без. И над качество есть скорость. Вот. И там есть обычная, а есть 1.2, 1.5 и так далее и тому подобное. Но такие пироги. А за негатив, простите, ну как бы надо как-то реагировать. Если мы будем пропускать все, так скажем, спорные и провокационные вопросы, которые у нас есть в комментариях к видео. Но это будет немножко нечестно, опять-таки, по отношению к вам. Так, Вова Волосев пишет, какой там, не выдержать 2 часа видео, я порой за неделю еще раз пересматривать успеваю. Спасибо за позитив. Пожалуйста. Спасибо за поддержку. Пэксер пишет, сало, борща, чеснока и 100 грамм. Вопрос к Диме. Некоторое количество флога назад он говорил, что наращивает количество друзей в ВК из посредника. Зачем? Краткий ответ. За шкафом. Наращиваю количество подписчиков в ВК из посредника. А! Ну, я не расскажу. Дима Великий блогер. Многие блогеры превращают свои странички в... При всем уважении мусор или полумусор, в котором, ну, то есть, открытое общение, репосты где угодно. Ну, давай... Расскажу. Пока быстро. Одна из причин, почему у меня в ВК творится такой крэп, и почему то же самое сейчас уже начинает происходить на Фейсбуке, это то, что я хочу себе принудительно отучить пользоваться социальными сетями, ну, для всего, кроме как общения. И я превратил специально свой фит ВК просто в помойку, куда падает информация, абсолютно мне неинтересно, и при всем уважении к моим подписчикам, мне не очень интересно, что вы там полайкали, или в какой там игре ВК у вас какие баллы. Вот. Я сделал это специально. Рыба-карась! Или щука! Смотри, что я поймал. Ну, вот. Условно. Условно об этом идет речь. Я специально превратил свой фит в нечто такое, что мне читать не хочется. Вот. И, как бы, вот так. Вот. И то же самое сейчас происходит уже потихоньку с Фейсбуком. Сергей Айви пишет, спасибо за обзоры. Пожалуйста, очень бы хотелось увидеть обзор на... Или хотя бы узнать ваше мнение по поводу смартфона Samsung C9000 Galaxy C9 Pro. Господи ты боже мой! Уже вовсю продается он. И дает ссылку на данный прекрасный смартфон. А я... Я могу сказать, что Snapdragon 653 это очень годный проц. 6 гигов ОЗУ это очень годный объем ОЗУ. Батарея на 4000 это тоже очень хорошо. ФХД экран, правда, 6-дюймовый. Но тут, конечно, на вкус и цвет. Суммарно аппарат должен быть очень неплохой. Вот. Я даже заинтересовался. Сейчас, возможно, где-нибудь, как-нибудь, размутим на обзор. Потому что очень неплохо. Петр Черненков пишет. Ребята, привет, спасибо за флоги. Пожалуйста, смотрю вас теперь через Xiaomi Mi Box 3 Android TV 6.0.1. К вопросу из прошлого флога возможности отключения быстрый заряд. Я так вот, на Meizu можно легко и просто в настройках в одно касание выключить или включить M-Charge. То же самое было на Sony. Вот. Но, как бы, для всех остальных можно купить дешевую зарядку простую на 1 или 2 ампера или 1,5. Иван Васильевич, здравствуйте. Как вы считаете, бренд Дуги может выйти на флагманский уровень или нет? Если нет, то может ли он быть достойным конкурентом в бюджетном ценовом сегменте? В некоторых местах он и так достойный конкурент в бюджетном сегменте. Потому что очень дешманские Дуги. Иногда это лучшее, что можно купить за 5 копеек. Да. А в премиум... Я даже не знаю. По-моему, они не хотят. Напрягутся они или нет. Юми тоже раньше производил такое. Чёрти шо порой. Вот. А сейчас, как бы, вот последний Z и Z Pro берёшь в руку и офигеваешь. Ты не веришь, что это вообще Юми? Что это те же люди, которые сделали какой-то там Юми Лондон или Юми... И чё у нас было? Это Роум, покрашенный баллончиком с волосами на крышке. Ладно. Дарт Рэйч пишет. Железнамены. Спасибо. Подскажите, что взять маме в качестве рабочей трубки? Хочет 4-дюймовый экран. Тонкий желательно, чтобы лежал комфортно в женской локе. Цена не дороже 150 американских рублей. Желательно внятный, с примерами конкретных моделей. Стояка вам на работу, а зрителям на ваши видосы. Спасибо. Естественно, лайк. О чём речь? Заранее спасибо. 150 баксов. 4 дюйма. Ну, можно поискать пятый айфон где-нибудь. Вот. Потому что 4 дюйма это в последнее время вообще не формат. Как бы все даже самые бюджетные смартфоны там от пятёрки экраны начинаются и идут вверх. Вот. Я 4,5 дюймовых экранов в последнее время даже не вижу. Если найдёте где-нибудь в адекватном состоянии пятый айфон, вот, то в принципе, скорее всего, он и влезет по цене. И, как бы, для каких-то минимальных рабочих задач, вот, он будет более чем норм. Вот как-то так. Нерко, Нерко пишет. Здорово, парни. И вот, что интересно. На рынке есть такие чипы в смартфонах, как Snapdragon 800, 801. Флагманский чип. Чип 2014 года. И 625, 652. Среднеценовой сегмент ныне. Оба в тестах и работах показывают в целом одинаковые показатели. Так вот, вопрос таков. Зачем было создавать ещё под вид, если можно было дальше продвигать, то когда-то флагманский и ныне среднеценовой чип за пояснение заранее благодарен. Моё мнение такое, возможно, Дима меня поправит. Во-первых, новые процессы, они по более мелкому нанометровому процессу создаются. Да, техпроцессы более вычеркнуты. И они в итоге жрут меньше энергии и меньше греются. Это раз. А во-вторых, конечно же, это создаётся для того, чтобы в очередной раз продать себя ещё раз. Ну, на самом деле, не только в этом проблема. Я когда-то читал статью по этому поводу. Дело в том, что с каждым годом, например, меняется там диапазон и частот LTE могут добавляться. Там меняются технологии Bluetooth, меняться NFC, появляться какое-то новое NFC. Вот, меняются требования к камерам и так далее и тому подобное. И новые процессоры, они зачастую, если Proz, допустим, не поддерживает NFC, то NFC в этот телефон ты не встроишь. Потому что, как бы, нативной его поддержки нет. Это придётся городить какую-то непонятную хрень, которая, скорее всего, работать в итоге не будет. Вот. И поэтому новые железки, они нужны. Во-первых, они дешевле, их проще производить, потому что новый технологический уровень, там более тонкий техпроцесс, они меньше жрут. Вот. И при этом работают условно так же и так далее и тому подобное. Ну и плюс производители исправляют свои ошибки. Как мы знаем, например, первая ревизия 810-го Snap'а дико грелась. В 820-й первой ревизии он разваливался просто, расслаивался и так далее и тому подобное. Ну вот, и учась на своих ошибках, производители делают, условно, процессоры среднего и низкого ценового сегмента более хорошими и более достойными. Вот. Поэтому я считаю, что это гуд. И вот на этом супер-ультра кратком вопросе, хоть я просил отвечать быстрее, потому что уже почти 10 часов. Ты тоже далеко не всегда, а я скотина. А ты-то человек. Вот. Мы переходим к обещанному розыгрышу. Дмитрий Леонидович включает видео с конкурсом, чтобы увидеть условия и увидеть таблицу участников. Да? Хорошо, сейчас открою. Но таблицу участников я уже выбрал. Открыли. Я уже встречаю. Серёжа опускает одну из частей своего прекрасного чехла на iPad для того, чтобы камера была видна. Включает режим UIDIO. Выходит нахрен, включает 4K, чтобы якость была общая. Так. Где наш прекраснейший фото и камера. Разрешение видео. 4K. И теперь Серёжа включает камеру снова. Немножечко видодвигается. Тыкс. И оу. Серёженька очень далеко отодвигается. И начинает снимать Дмитрия Леонидовича. Который, собственно, проводит замечательнейший розы. Грыж. Да. Для начала я открою ВК. Да. Вот сейчас мы начнём. Дайте сфокусироваться. А, подожди. На хрена я фокусировался? На экране. Надо на ноутбуке. Всё. Мы поехали. Вы можете поздороваться. Здрасте. Здрасте. Ай, ненавижу этот глючной эксель. Боже, что с тобой? 1017 строчек. Это значит, что со второй позиции начинаются у нас, в общем-то, анкеты. И на 1017 они у нас заканчиваются. В рандоме ставим здесь 2, здесь 1017. Нажимаем священную кнопку Generate. Получаем число 937. 937, вот оно у нас. Да, я сфокусюся. Готов. А именно он Александр Генварёв. Открываем его странички. Для начала ВКонтакте. Теперь Ютубчик. И самое время напомнить правила. Нужно быть подписанным на оба наших канала, вступить в любой из наших пабликов. В этой же социальной сети нужно поделиться нашим видео. Ну и заполнить форму. Форму человек явно заполнил. А можно экран сделать чуть-чуть поярче? Мимо, мимо, мимо. Я не то нажал. Спасибо. Огонь? Да. Так. Проверяем подписки на наши каналы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. 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 Да. Человек подписан на все каналы в мире. О! Есть. Их есть у нас. Так. И теперь, если у человека ВКонтакте... Розыгрыш. Розыгрыш. Есть. Вот, в общем-то, наш первый победитель. А ты состояние в группе проверил? Нет. Нет. Молодец. Митрий Леонарович. Ээээ... Так. Как его искать, я уже забыл. Собирать имя. Да. Затем в группу. Так. Вот. Митрий Леонарович. Декаприор. Прекрасно. Так. На три точечки. А ну или так. Так. Я уже вспомнил. Линтер. Есть. Есть. И на этой радостной ноте Дима скажет, что этот человек только что выиграл у нас... InFocus M560. Второе место у нас получит... SJCAM SJ360. И третье место получит... Xiaomi Mi InEar Headphones Pro HD. Замечательно. Вот. Продолжим наш прекрасный розыгрыш. Фокусируйтесь. Оператор. Донет. Пан-оператор. Пан-оператор. 529. 529. Шукаем. Так. 540. 530. 529. Это у нас Сергей Шостак. Facebook. Экзотика. Так. Подожди. У меня расфокус. Подожди. Ну вот я покажу, что вот Сергей Шостак. Вот он. Их есть у нас, да? Так. Проверяем точно так же прекрасные подписки, которые у нас очень интересно тут отображаются. Интересно. Я смотрю. Просмотр нажму. Просмотр, да? Так. Ферн Лайв есть. Ком, видимо, подписан очень давно, поэтому где-то в конце списка вот и ком. Есть. Вот. Так. Замечательно. Так. Сергей Шостак. Сергей Шостак. Есть ли у него тут наше прекрасное видео? Прекрасное видео есть. Так. И теперь... Отличный Facebook. Я его люблю. Очень. Вот и до. Так. Нет. Мы делаем вот так. Что-то пошло не так. Да. Ферумком. Так. И где все наши люди? Где они? Видно, что Дима очень часто обменит нашу группу. Но потому, как я ему не подсказываю, вы понимаете, что я тоже делаю это очень часто. Ну, там где-то должны быть участники, не? Приносим извинения за технические неполадки и то, что мы не знали, как найти человека в паблике. Мы попытались это сделать. В общем-то, пан оператор, покажите вот этот экран. Мы пытались найти Сергея Ш. В итоге нашли только Сергея Шахалова. Это говорит о том, что Сергей Шостак в нашу группу не вступил. И из-за своей невнимательности он не получит SJCAM SJ360. И тем временем мы продолжаем. Номер 155. Почему у нас... А ну давай-ка поближе, Дмитрий Леонич. Покажи-ка людям, что это был номер 155. Номер 155. Плохо, что ты как-то очень быстро его нажал. Но поверьте нам, что мы нажали на Generate, и он выдал 155 номер. Так, номер 155. Вот он, Владислав Борозенец. Так, открываем ВКонтактик и открываем Ютубчик. Начинаем, как обычно, с Ютубчика. Просмотр. Ферум Лайв вижу уже. Ферум Ком вижу уже. Ура! Едем дальше. Конкурс вижу. И проверяем состояние. В группе Ферум Ком. Вот так. Вот так. И вот так. Ха-ха-ха. А нет, есть. Их есть у нас. Владислав Борозенец, поздравляем вас. Вы получите от нас SJCAM SJ360. И мы переходим к поиску нашего третьего победителя. Видите, тут до сих пор 150. Стоп, подожди. Ну, чувак, ну реально не было видно, как ты нажимал 155. Ну, простите нас. 785. 785. 785. 785. Раз. Эй! 785. 2. Так, где он есть? Вот он, Костя Васильев. Открываем ВК. Открываем Ютуб. Так. Пиписки есть. Даже открывать деталь не надо. Замечательно. Репост. Репост флога есть. Человек после флога начал участвовать. Замечательно. И теперь копиюем. Нет, не та. Та. И он есть. И Костя Васильев получает от нас Xiaomi Mi In Ear Headphones Pro HD. Вот такие пироги. В общем-то, супер. Розыгрыш. Нарешти. Закончил. А ты остановил запись? Да, я запись остановил. И мне через примерно 2 минуты надо убегать домой. Иначе вы больше никогда не увидите меня. Поэтому я не знаю, как мы будем выходить из этой ситуации. Давай, как там? Вопросы и ответы в режиме нон-стопа. Открываем прекрасный наш... Ты открывай Инстаграм. Хорошо. Я открываю наш замечательный фасебук. В котором мы, как оказалось, только что ни хрена не разбираемся. И в фасебуке оставляет вопрос Константин Ковалев. Привет, мужики. Никто не оставляет комменты в фейсбуке. Тогда оставлю я. Вы супер. Формат флогов просто огонь. Смотрю с удовольствием. Всего вам наилучшего. Большое спасибо. Господин Константин Ковалев. На Инстаграме MyFox15 пишет. Стоит ли брать iPhone 5s? Сейчас для ВК и звонков более чем. Дальше Богданов ДА пишет. Вкусного борща вам. В целом, так как дела, а то все телефоны до камеры. Дела хорошо, но устали. Если кратко. Алекс Ког 90. И культурно. У меня 5s брал 5 месяцев назад. Все нормально. А, он отвечает человеку. И Дмитрий Климовый. Пишет. Чик. Хорошо. А онлайн пишет. Привет вам, это не про. Стоит ли, по вашему мнению, переходить с первых Xiaomi гибридов на вторые? Если у вас плеер, то можно рискнуть, если смартфон не стоит ни в коем случае. И мы переходим ко ВКонтактику. Напиши вопросы стоп людям. Саша Шалойко оставляет вопрос. Доброе утро и хорошего вам настроения. Спасибо. Потом Богдан Костру пишет, что с нетерпением ждет флог. Мы надеемся. Мы в лице меня тоже очень ждем. Константин Андреев пишет, что Блюетти. Да, именно так называется наш микрофон. И уже наконец-то вопрос от Андрея Миронова. Почему вы не купите шок-маунт, поп-фильтр и стойку кронштейн? Звук будет в разы чаще и приятнее. Вы можете не поверить, но на это реально тупо нету времени. Да, может деньги есть, а найти, подобрать... Да, они точно есть. Это не так и до хрена стоит. Ну, нормальная стойка, журавль стоит в порядке. В порядке 1000 долларов или в порядке 100 долларов? Где-то 300-400, чтобы он нам на голову не упал. Хорошо. Александр Балабан. Ваше личное мнение по Samsung S7 и iPhone 7 может есть какой-то опыт использования. Видимо, вы хреново нас очень смотрите. У нас на то есть обзор Samsung Galaxy S7. Отличный аппарат, но iPhone 7 лучше. За исключением того, что он любит зеленить картинку, особенно с фронтальной камеры. Артём Иванов пишет, здравствуйте, ребята. А, и в нём нет 3,5 Минниджека. Вот. Здравствуйте, ребята. Такой вопрос существует для телефона, обладающий следующим функционалом. Съёмная крышка аккумулятора. Узву хотя бы 3 гигабайта. Процессор можно не топовый, но чтобы не стеснял движение, в тяжёлые игры не юзаю. Желателен смартфон проверенный. Не Дуги или какой-нибудь Blackview. Хотя может, и они хороши. Я хз, если честно, благодарю. В последнее время съёмная крышка это только ультрабюджетный уровень. Вот. Китай. Да. Нет. Такованный мабулат. Мубаракшин. Простите, если я неправильно прочитал. Nubia Z17 Mini намечается. Не знаю. Да. Мы там не работаем. Вот. Владимир Лосев. Ребята, привет. Вопрос. Как считаете, почему многие производители ставят свои новые смарты процы? Одно или двух. Я двухлетней давности только ли из-за желания тупо сэкономить бабла? Удачи вам, бабла и подписчиков побольше. Спасибо вам большое, Владимир. Сейчас в старые процы в смартфоны. Вроде бы относительно недавно на не очень свежем процессоре вышел какой-то АГМ. Не этот ли, что у нас там стоит. Я не помню. Не знаю. В любом случае, если они это делают, то, скорее всего, это тупая экономия. Да. Ярослав Шилов. Привет, ребята. Подскажите недорогой смартфон для серфинга в интернет с долгоживущей батареей и экраном до 5 дюймов. Зранее спасибо. iPhone 5s рефер бища. Да. Валик глушнюк. Понимаю, что он не очень такой недорогой, но из компактных это самое дешевое, лучшее, стабильное, что есть. Валик глушнюк. Достойная покупка в 2017 году Samsung Galaxy S6. Не очень. Если вам совсем не нужна производительность и хочется красивый телефон с очень неплохой по нынешним меркам камерой, то да. Если все остальное, то нет. Максим Селивонник пишет. Здравствуйте, ребят, посоветуйте, что на ваш взгляд лучше OnePlus 3T или ZTE Nubia Z11 в OnePlus 3T, потому что мы им пользовались. ZTE Nubia Z11 для нас темный лес. Ну и дальше он спрашивает свои критерии. Ну, по Nubia ничего не скажем бы, у нас их на руках не было. Но OnePlus 3T о. Да. Кроме селфи, все о. Да. Ну, на этом, в принципе, все. Все ваши вопросы из-под везде закончились. Конкурс мы провели. Мы не жульничали. У нас реально были проблемы с освоением Facebook. Да. Поэтому, пан Сергей Шостак. Простите нас, но вы чуть-чуть недовыполнили условия. Желаем вам искренней удачи в будущем. Вот. На этом у нас все. 52-й выпуск блога подошел к своему концу. И мы под это дело пожелаем вам хорошего настроения, приятного аппетита, спокойной ночи, доброго утра, веселых выходных, крепкого здоровья, много денег, продуктивной рабочей недели, и чтоб все у вас было хорошо. И, естественно, держитесь там. Вот. С вами были Дмитрий Луценко и Сергей Шихайлов. Всем спасибо за просмотр. Пока.